Наша съемочная группа познакомилась с удивительным человеком. Николай Иванович Бурееченко – художник-живописец с мировым именем. Журналистам удалось побывать в его мастерской. Он не помнит, когда начал рисовать. Кажется, он занимается этим всю жизнь. Для Николая Бурееченко живопись – это свобода. Последняя выставка автора состоялась в Центральном музее Великой Отечественной войны под Москвой, в небольшом городе Ржеве. Эта выставка была посвящена городам, получившим почетное звание «Город воинской славы». Выставка прошла очень, на мой взгляд, очень успешно. А художнику интересно выставлять не только в столичных местах, где бывают сложные мнения, трудные мнения о картинах, порой фальшивые, ложные, лицемерные, завистливые и так далее. Даже этого слова не побоимся. А вот провинция, она откликается очень искренно и с душой. Особенно меня поразила реакция детей. Реакция. И вообще я люблю проверять свои картины на до 10-летнего возраста мальчишек, девчонок. Они непосредственно реагируют на внешнюю красоту и на внутреннее содержание вещи. Несмотря на огромный опыт и мастерство в живописи, Николай Иванович до сих пор постоянно тренирует руку. Делает наброски, рисует везде, даже в электричке. Таким образом, как говорит художник, рука думает за него. Для меня очень важный аспект жизненный и творческий. Это, как сказал Конфуций, что беритесь за непосильную, за трудную работу. Беритесь за очень, за непосильную работу. У Николая Ивановича богатая биография и творческий путь. На счету выставки его картин и расписанные храмы. Божий дар, данный ему, замечают многие. Однако похвала, эмоции и слова восхищения автору чужды. Оценку своей работы он видит в другом. Я расписал церковь в Кисловодске, есть такой город, в течение 10 лет. Я новый, новострой, храм расписывал в течение 10 лет. И однажды, отдыхая во дворе, наблюдал такую сценку. Вошла группа детей, семья вернее. Мать, отец и мальчишки, и двое мальчишек. Коля, как запомнил, а другого... Ну, возьмем Ваня. Лето было. Храм у меня был уже практически расписан. Один из мальчишек постарше. Не пойду в церковь, не иду. А семья пошла, отец, мать и мальчик, а старший остался. Вдруг младший выбегает из церкви и говорит, Колька, пошли туда, ты даже не представляешь, как там красиво. Вот эта похвала мальчика была для меня, может быть, дороже, чем многие восторженные похвалы иностранцев. А там, где красиво, там мир, там душа, там любовь, там Бог. Продолжает Николай Иванович. Сейчас художник работает над новой картиной, где причащает грешника сам Христос. А на таинство пришел современный молодой человек, погрязший в страстях и грехах. Николай Буреиченко – мастер психологического портрета. Он тонко подмечает неповторимое своеобразие. Он видит индивидуальность, характер и состояние изображаемого лица. При этом, как художник признается, он не чувствует в себе ни психолога, ни даже философа. Говорит, чувствую интуитивно. Автор показывает автопортрет, а потом еще один, написанный с разницей в 25 лет. Любопытно, что делает время с человеком. Как он изменяется физически, морально, внутренне и внешне, кстати. Его нравственное состояние вплоть до этого. Вот на лицо в одном случае еще есть гордость и уверенность, чисто земная такая, в будущих, пардон, своих деяниях, что ли. И то, что после этого уже прошло, что получилось, какие надежды оправдались и нет, и какой багаж и груз, и что отрицательно, что положительно, сделало время с человеком. Николай Иванович Буреиченко не считает, что успех художника – это, как принято среди многих авторов, узнаваемая форма. Дело не во внешнем виде, ведь намного важнее внутреннее содержание – то, что излучает труд твоих рук и сердца.